В Нефтьюганске продвигается обустройство пункта временной передержки для бездомных животных. За три месяца волонтёры построили 15 вольеров для 30 собак. Чтобы работа не останавливалась, добровольцам помогают местные предприниматели. Одни предоставляют транспорт, другие – песок и щебень. Сейчас строительство ведётся на деньги благотворителей. За счёт взносов и грантов удалось собрать полмиллиона рублей. Весной пункт передержки сможет принять вдвое больше животных. Большая территория позволит посетителям гулять здесь с питомцами. Они сидят сейчас на самом деле постоянно в вольерах только по одной простой причине, что там идёт стройка. Там реально постоянно техника, передвижения какие-то. И вот прямо напротив их вольеров будут ставиться другие вольеры. Поэтому, естественно, это будет можно сделать уже, наверное, я так думаю, весной-летом следующим, когда можно будет взять собаку интересную, которая кому-то интересна на поводок, на шлейку, и погулять спокойно. В Мордке провели мастер-класс по парадайвингу. Помочь побороть страх погружения приехали инструкторы и волонтёры из Ханты-Мансийска, Сургута и Урая. Все они участники инклюзивного движения. Занимаются реабилитацией людей с ограниченными возможностями. А вода, как известно, помогает в этом. Тело в бассейне становится легче, а значит, можно усилить работу с мышцами. Свои силы попробовали около полусотни детей из Кандинского района. Мастер-класс длился почти шесть часов. Окей. Как впечатление? Давай, попишу. Хорошо. Давай я так одежу. Идём. Будешь ещё? Хорошо. Давай так одежу. Мне именно понравилось? Да. Да? Молодец. Давай. Пять. В Нижневартовске помогают пожилым пациентам записаться на приём к врачу. С лета запись производится на едином портале госуслуг. Не все престарелые жители смогли перестроиться под такой формат. Они привыкли по старинке, прийти в поликлинику, поговорить с регистратором, который всё подскажет. Теперь в индивидуальном порядке им помогают дежурные координаторы в холлах больниц. А ещё среди пенсионеров проводят разъяснительные встречи, обучают возможностям записи на электронном ресурсе. Югорчане могут начать считать калории. Для этого как раз есть повод. Укрик присоединился к акции, приуроченной ко дню против ожирения. Его отмечают 26 ноября. Эксперты считают, что вредит не еда, а её количество. Переедание – причина ожирения у взрослых и детей. Постоянное избыточное употребление пищи приводит к сбоям в работе так называемого центра аппетита. Отдела головного мозга, отвечающего за чувство голода и чувство насыщения. В результате нормальным количеством еды голод уже не уталяется. Формируется расстройство пищевого поведения. Профилактика ожирения начинается с контроля не только порций, но ещё и своего психоэмоционального состояния. Семьям из Югры предложили сделать новогодние ретро-игрушки. Всероссийский конкурс «Мастерская Деда Мороза» запустил Красногорский филиал Музея Победы. Организаторы ждут от участников игрушки, сделанные своими руками. Они должны быть стилизованы под ёлочные украшения военного и послевоенного времени или посвящены победе в Великой Отечественной войне. Работы принимаются до 20 декабря. Подделку можно принести в музей, отправить по почте или прислать фотографии самой игрушки и процесс её изготовления. Жюри выберет лучшие работы. Все они станут частью виртуальной выставки на сайте музея.